Глава тринадцатая Глава тринадцатая Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки. Или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге и, с опытностью знатока, обделав его, уподобил его образу человека. Или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краскою поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток, и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. Итак, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Молять же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить бездушному и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, О прибытке, о ремеслее и об успехе рук совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное.